Ну что, дорогие друзья, огромный всем привет, чуть-чуть ребята подзадержались, бегали за кофе, я принесла себе чаёк, но я его не буду вам показывать, потому что, ох, эти шуточки. У нас тут всё чинно, да, а там, да, типичный лейбл, Олеся, по-моему, только из таких чашек пьёт, другого не дано, друзья, да, он с нами, тот самый Тарас. Но там чаёчек, там зелёный чаёчек с лимончиком, так что я готова врываться. Если вы были и никуда не уходили до перерыва, то знайте, о чём Олеся говорила, и кто его знает, что там внутри. Ой, я вас прошу, давайте только без этого, да, ой, всё, давай, наверное, возвращаться к нашему матчу, у нас, напоминаю, что у нас, ребят, продолжается iLiga Season 4, то мы врываемся с нашими русскими трансляциями только на четвёртый сезон, но я думаю, что это не последний сезон, который мы будем комментировать. Это китайцы, это IMBA TV, и стоит отметить, что внушительный призовой фонд от этих ребят говорит о очень и очень многом. 78 тысяч долларов, очень и очень серьёзный призовой фонд, я уже тут распалилась в середине трансляции, сказала, я бы за такие деньги тоже поехала бы, поиграла и выиграла бы у них всех, развалила бы. Поехал и выиграл, да, можно было бы. Ты знаешь, какие-то китайцы, какие-то китайцы, я их на изичах. Нет, на самом деле, ребята действительно высочайшего левела, что мы отмечали по игре, по первой игре, я надеюсь, что нас ждут ещё какие-то интересные колоды. Есть ряд решений достаточно спорных, и нам непривычно видеть такое решение проблем, потому как мы привыкли немножко к другому, но за этим всем стоит следить, и это железный занавес. Это интересно, это стоит отмечать. Например, мы уже отметили, что они играют на своих секрет-паладинах равенства, они играют на своих секрет-паладинах раздражаторов, они играют изрыгателей слизи на патронварах. Понятно, это не поголовно, то есть это исключение в колодах, но это интересно. Есть интересные нюансы и моменты, и что очень здорово, это не часто мы видим китайских игроков, китайские лиги и вообще общий китайский контингент. Мы привыкли к европейцам, к американцам, к их играм, к их колодам, ну а тут будут свои специфические моменты, поэтому давайте смотреть. Пока во всех колодах страны Китая мы видим секретных паладинов, и в очередной раз этот секретный паладин заходит. Давай, наверное, я немного расскажу про игроков, потому что что это за иероглифы вообще, расшифруйте нам. Вот сверху, который у нас участник, это SWORD, он у нас с командой IG, что вы, собственно, и видите, а ниже его оппонент это ZUYVO, который у нас с командой Team Celestial. Два таких замечательных игрока, я немножко вам о них расскажу. У обоих ребят достаточно серьезные команды, если про SWORD можно сказать, что он у нас с... Подождите, как-то у меня тут не сходится информация. Все-таки он с IG, но у меня есть инфа, что он с другой командой, видимо устаревшая. Может, перешел с одной просто командой в другую, а инфа у меня с GOSU GAMERS. Он у нас 20-й в Китае, 92-й в мире. Принимал участие на огромном количестве турниров, но это все, опять же, региональные турниры, турниры не нашего уровня, которые мы не смотрели. Да, вижу, что я, что он занимал второе место на G-лиге 2014 года, Stone-лиге 2015. War Cyber Arena 2015 года принимал участие, и Hearthstone Team Story. И винрейт у него где-то 55%, матчей сыграны на простране 26-27, там плюс-минус. И, к слову, эти ребята встречались один раз в World's Zuiwo, и у нас Zuiwo вышел победителем с этой встречи, так что по личным встречам он ведет. Ну а его оппонент Zuiwo Team Celestial, 10-й в Китае, 55-й в мире. Опять же, турниры Hearthstone Team Story, iLiga Season 4. Кстати, он прошел с помощью квалификаций. И винрейт у него 73%, но сыграл он всего лишь 15 игр. Говорили мы о том, что там порядка трех дополнительных турниров проводилось для того, чтобы квалифицироваться на мейн-ивент. Там и аматорки, и профессионалы, и очень много игроков. И только 8 участников у нас остается в финальном этапе. Давайте смотреть, давайте понаблюдаем. Что стоит отметить? Секретные паладины, как правило, в первую очередь всегда отыгрывают китайцы именно от этой колоды. Секретные паладины, их очень много, и все хотят заберстить таким образом старт. Ну и мне интересно, что у Сворда с IG есть в наборе Хант. Первый раз мы увидим Ханта на этом турнире, ну и мне кажется, что это должен быть какой-то интересный Хант. Касательно игроков, вот у нас у Сворда любимый класс Разбойница, а у его оппонента, у Зьюи Воу, очень много интересных классов, которые он любит. Это Разбойница, Друид, Хант и Чернокнижник. Практически любимый лайнап у нас у участника команды IG. И давайте, наверное, смотреть матч. Здесь у нас пока по столу доминация от Зьюи Воу. Зьюи Воу у нас внизу. Напоминаю, сверху у нас Сворд. Как же сложно, а? Чувствую себя настоящим переводчиком. В прошлый раз у нас была подсказка. Один из участников был подсвечен на английском, но сейчас тут сплошные кидости руки. Не, ну знаешь, как я ориентируюсь, чтобы не запутаться? Где я вижу IG, я знаю, что это Сворд, потому что именно в этой команде он находится, поэтому не зря там стоит вот эта замечательная приставочка. А внизу Team Celestial, то есть это Зьюи Воу, собственно. Вот так вот мы ориентируемся по игрокам, когда мы не знаем... Я, как я интегрировала эти ники с их языка на английский, и когда искала инфу на этих ребят, это вообще отдельная история. Я даже значение их никнеймов... Выучила немного китайского, Олеся. Вообще, я еще скоро поговорю на нем. Дождемся конца эфира, я там еще и заговорю. Вот здесь у нас Латхип. И достаточно интересно, что у Сворда очень интересный ник, если его интерпретировать на его родной. Это переводится как Меч Тайцы. Тайцы — это у нас китайское боевое искусство. Одно из видов в ушу. То есть, возможно, этот парень не зря взял себе такой громкий никнейм, такой, даже не знаю, очень интересный. Возможно, он действительно занимается каким-то боевым искусством, хотя по его телосложению, честно говоря, не скажешь. Но ник поэтичный, как минимум. Но стоит отметить, что сейчас встречаются более профессиональные игроки. То есть, если... По них уже есть какая-то инфа. Они уже опытные, они уже серьезные. И у них уже профессиональная карьера как бы в самом расцвете. Потому что до этого были ребята, которые не особо много показали нам. Ну, нет у них за плечами такого бэкграунда сильного, как у этих ребят. В очередной раз организаторы сталкивают именно представителей и победителей с разных лиг. То есть, если до этого мы видели профессионала, человека, кто прошел по профессионалам, и человека, который прошел по аматорам, то сейчас в очередной раз это один из профессионалов. И еще дополнительная квалификация по стримерам. Но, судя по всему, тоже определенный ряд профессионалов, которые присутствуют. Насколько я знаю, Зюйгоу прошел с помощью квалификаций на этот турнир. Ну, там три вообще квалификации разнообразные было, насколько я вижу. То есть, неудивительно. Ну, а здесь у нас просто оппонент Сворда оставляет ему очень и очень мало здоровья, всего лишь 13 единиц, оставляет Зюйгоу своему оппоненту. И идет отмщение. В общем, круговорот секретов в природе, как мы любим. Да, все как у нас часто и случается. Но вот мирор секретных паладинов давненько не видели. До первого претендента просто-напросто это все играется обычно. Тут по здоровью-то я бы не сказал, что проседает. Только Сворд, там у противника тоже проблемы будут. Ну, он просто еще в лицо не пошел. И смотри, как тут неприятно. Размениваться с крошером абсолютно нет смысла, потому что появится еще один крошер, 4-1, также с хрипом. То есть, ну и это будет вообще абсолютно неиграбельно. Поэтому он игнорирует, идет в лицо и сейчас просто втопит так, что только пыль. Да, и обратите внимание, видим мы в очередной раз Repentance. Тот секрет, который не так часто появляется в последнее время на секретных палатинах. Вот тут почти летал. Вот если бы там еще было освещение, то можно было бы уже реализовывать что-то подобное. Не, там бы не хватало совсем немного. Но, тем не менее, это было бы близко. И освещение бы даже дало возможность сейчас хорошо поменять стол. И уже не переживать за собственное здоровье. При этом висит ложись. И ты лишний раз задумаешься по поводу этой ситуации. Размениваться тебе или топить в лицо. А, нет, не ложись. Пардонте. Там что-то другое. Но проверил он топором. Ну, кстати, достаточно агрессивный ход. Потому что если бы это было действительно ложись, он бы принял еще 2 единицы урона. В результате был бы очень близок к тому, чтобы погибнуть. То есть это минус 2 единицы. Шестерка здоровья. Это действительно очень мало. С таким столом у нас от Зюйвоу. Рисковал, рисковал, по-моему, здесь немного Сворд. Либо читает он эту игру. Да и сейчас он неплохо рискует. Он топит в лицо. Но выходит очень ненамного из зоны риска. Ну, да. Скорее даже он уже все. Не, не, нужно меняться, само собой. Таким образом, да. Если бы он не стал меняться, то... Дожди, а здесь у нас... Там у нас 100% висит ложись. Нет, тут нет летала. А жаль, между прочим. Можно разменять весь стол, поставить претендента и повесить на него стенку. Здесь нужно... Нет, претендент плюс... А, нет, там не хватает. Да, 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 там, конечно, не хватает. Слушай, надо просыпаться. Надо тащить сюда кофе, чаи и начинать... Я, пожалуй, сушусь тогда. Здесь у нас снимается ложись. Неплохие плей есть у нас, конечно же, для Зюйвоу. Может он разменять стол. Но тут нужно не перегнуть палку. Нужно играть с этапа летал следующим ходом. Желательно. Но при этом еще и чистить стол оппоненту, чтобы самому не отвалиться. Потому что здесь, если я не ошибаюсь, на столе стоит летал. Для... У нас участника КМА-ВИГ для спорта. И надо ускоряться. Минимум существ оставлять для того, чтобы уставлять уже непосредственно претендента. Плюс еще один секрет. Ну и я уже отмечаю еще один интересный нюанс у нас. Для азиатских игроков практически все играют пять видов секретов. Поэтому после претендента всегда висит пять видов секретов. И смотри, какое классное существо заходит здесь у нас для участника команды IG. Это у нас зубцевик, который даст возможность засейвить свое лицо, сделать какую-то провокацию. Желательно пожирнее, поэтому отдается... Он даст летал, самое главное. Там есть уже летал. И сейчас противник будет повержен. Потому как этот зубцевик добавляет две единицы атаки, которого не хватало. Да, ровно получается летал. Я тут уже в сейв смотрю, а здесь действительно есть летал. Главное, что у нас азиатские игроки летал и не пропускают. Это классно. Ну и первое противостояние в пользу игрока из IG. Правильно, это SWORD. Именно так. Ну и что я хотела бы отметить за первых два матча. Ребята играют очень хорошо. Мне это нравится. И мне становится страшно за наших европейских игроков, когда эти парни выйдут на профессиональную сцену. Боюсь, что будет сложно с ними конкурировать. Да, ты отмечала, что порядка 20 тысяч легенд на азиатском сервере. 21 я видела краем глаза. 21 тысячу легенд. Ну, сравните, если у нас в лучшие времена 10 тысяч на Европе, там 21 тысяча, и это еще не предел. Ну, отмечали мы, что разница в населении присутствует, друзья, в пару миллиардов. Такая маленькая совсем, да. Поэтому тут можно позволить им добавить легенд немного и даже чуть больше сверху отсыпать. Но что, китайцы пока блещут во всей своей красе. Стоит, кстати, сказать о том, что у нас завтра стартует сезон Starladder со всеми привычными именами, лицами, самыми титулованными. И многие отмечают турнир Starladder именно как наиболее титулованный, наиболее весомый в плане игроков, в плане имен. Поэтому, друзья, не пропустите, это будет невероятная заруба. Ну, а пока вернемся к китайцам, и тот самый железный занавес, он постепенно опускается. И мы видим этих ребят, совсем скоро они будут ездить больше на мейджоры. Тем более, что Blizzard анонсировали огромное количество мейджоров, анонсировали огромный призовой фонд в миллион долларов. Общий призовой фонд в миллион долларов, да. Не будем забывать, потому что все эти огромные деньги делятся по мейджорам. Призовой фонд каждого мейджора в общем 100 тысяч долларов. Поэтому в целом получается, что целый миллион долларов. Но если разбить по мейджорам, то не так уж и много. Жизнь будет хороша, да. Теперь драться будут не только за выход на BlizzCon, но и за места на мейджорах. Потому что это большие деньги. Теперь можно выиграть их уже за ним, хорошее место на мейджоре. Ну и на мейджорах, скорее всего, будут в очередной раз открытые квалификации. Видели мы открытые квалификации на DreamHack. И первые 15 очков с этого турнира взял себе Purple. Ну и вот тот самый долгожданный хант от Sword. И это FaceHunt, судя по руке. Вообще, Blizzard в этом году сделали, вот именно на этот BlizzCon, на 2016 BlizzCon, они сделали нереально сложное правило по поинтам. Но при этом такое разделение поинтов и такое получение поинтов гарантирует тебе, что выйдут лучшие из лучших. А не те, кто ездит просто по турнирам. То, что вспомнить 2015 год, те ребята на BlizzCon поехали те ребята, которые ездят по турнирам, занимают первые места. Причем турниры по инвайтам, соответственно, туда зовут только звезд. И в результате на BlizzCon пара-тройка ребят, которые пробились собственными силами, а все остальные, которые побеждали на турнирах. Само собой, у них высочайший уровень. Но при этом у них чуть больше возможностей попасть на турнир такого уровня, нежели у других обычных игроков. Сейчас же Blizzard совершенно все это изменили. И теперь шансов у новичков будет гораздо больше. А тут я отметила очень интересную фишку от у нас ZUWO. Он играет у нас Адское пламя на ЗУшке. Это необычно. Но я, если честно, пока не до конца уверен, что это ЗУ. Я думаю, что там в очередной раз, может быть, это и токен, о котором мы говорили. Но все равно АОЕ никто не играет. Вот в чем дело. Это явно не хендлок уже, это явно не комбо-лок, потому что, ну, не знаю. Да, 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 это точно не хендлок и не комбо-лок. Но хенд однозначно нет. То примечательно. Очень многие пытаются таким образом за счет своего АОЕ бороться с патронами. То есть тот же Hellfire и патроны мы видим. Мы видим экволити на секретных паладинах предыдущей паре. Наверное, заполонили, заполонили именно патроны, поэтому люди играют АОЕ. Гуля, еще и гуля, боже мой. Хотели необычного? Распишитесь. Кстати, я там создала голосование ВКонтакте, поэтому оставляйте свой голос, голосуйте за этих ребят. А я еще постараюсь вас повеселить и книгам этих игроков писать, как они у нас на китайском называются. Вот такие иероглифы буду вам дописывать, чтобы вы лучше ориентировались. Аудиозапись прикладывай, знаешь. Как я их произношу, да, чтобы совсем было весело. Ну, блин, боюсь, я не осилию, потому что это слишком сложно. Знаешь, как и вот это вот новомодные трансляции, перископ с произношением, с мимикой, чтобы полностью можно было бы это все оценить. Но давайте смотреть, что у нас тут. У нас пока Хант пытается неистово топить в лицо бич судьбы. Все делает, все правильно делает Хант. В целом этот матчап считается плюсовым для Ханта. Однозначно, большое преимущество есть у Ханта по матчапу. Но, учитывая хороший старт у нас для Сворда, да, у него есть все шансы побороться. Учитывая нестандартность его колоды, учитывая еще хороший старт в целом, я думаю, что тут придется попотеть участнику команды IG, потому что легко не будет однозначно. Ну, а я тем временем стараюсь выкопать где-то именно эти иероглифы, потому что китайской раскладки у меня нет. Нужно скопировать их откуда-то. Сейчас буду искать, ребят, чтобы, как и обещала, порадовать вас еще иероглифами. О, боже, тут еще и огненный великан вдобавок к Гуле. Вау, это, конечно, необычно, нестандартно, и меня это удивляет порядком. Возможно, это современная какая-то модификация, может быть, и Рено Лока. Потому что пока одинаковых карт мы не видели. Бич Судьбы — это карта, которая может призвать вам любого демона, если вы добиваете противника за 2 единицы урона. Ага, берет еще карты. Тут секретов явно от Лока никаких не будет. Ну и в остальном это типичный такой хант, который не торопится топить в лицо. Еще и дракон. Да, судя по всему, это все-таки комбинация с Рено. Есть дракон, которого ты можешь отыграть. Есть Латеп, и Латеп, кстати, смотрится очень здорово. Неплохо сконтрил он общую ситуацию с этой агрессией. Особо в гулю ресурсов отдавать не собираясь. И что же, гуля топит, Латеп стоит. Не надо что-то отыгрывать. Надо как-то убирать срочно эту гулю, иначе может все совсем плохо закончиться. Тем более, хант уже второй ход подряд всего-навсего пробивает, прожимает обилку, и больше ничего. Боже, тут еще и Джараксос. Нет, ну вот это, конечно, комбо-вомбо. Причем, почему я вначале не подумала на Рено? Потому что, если честно, в Рено мы не привыкли видеть бич-судьбы. Вот как ни крути. То есть это какой-то такой супер-микс, авторская колода. Вероятно, действительно, есть там Рено этот. Ну, не знаю. Мне кажется, это интересно, как минимум. Ну что, будет ли здесь бич-судьбы? Я бы, наверное, постаралась сохранить гулю, чтобы оппонент не мог поражать собак. Поэтому бич-судьбы в 2-1. Все остальное отправить в лицо. Да, есть две взрывные ловушки, что любопытно. Обычно мы сейчас привыкли видеть уже всего-навсего. Две не взрывных, а именно морозных ловушки. Но тут две взрывных. И тут выходит великан, и продолжается топление в лицо. Сохраняет он пока гулю для того, чтобы не пошли собаки в ход. Очень сейвов отыгрывает. И что у нас далее? На что же все-таки Сворд решится? У него большие проблемы, я могу сказать. А вот у Зуевов все хорошо. Он сейвится за счет гули. У него есть урон на столе. И если ты с этим ближайший ход или даже 2-2 ничего не сделаешь, то потом уже все будет совсем плохо. Не, почему? У Ханта еще есть неплохой потенциал. Мы забываем, что Хант это тот класс, который накидывает команды взять, добирает кикшотами и быстренько тебя заканчивает. В свою очередь от оппонента Ханта просто пока нет сейва. Есть только подхил. Вытягивание души до Джараксуса еще нужно дожить. Конечно, всегда существует шанс, что ты с бича судьбы найдешь то, что тебе нужно. Например, Малганес, и не будем об этом забывать. Но вот сейчас, например, еще и взрывная ловушка стоит у нас на Ханте. То есть это дополнительный урон. И гуля умрет при этом. То есть будут развязаны руки для того, чтобы дать собак. То есть Хант еще может додавить. Тут торопиться еще рано, потому что Хант это такой зверь, который может внести массу урона. Ну а у тебя пока 100% вариантов выжить. Еще их нет. И смотри, бафает он Латеба для того, чтобы протопить в лицо, вместо того, чтобы забафать Гулю. Ну, как бы... Гуля на самом деле не особо принципиально. Ну и что? Что здесь делать? Засалить решил таким образом и немного... Ну, кстати, засалить Латхиба. Может при этом Латхиба сохранить. Причем может поставить дракона и сала. Или же вытягивание в своего Латхиба сыграть. Тоже, кстати, классный ход. Ты, конечно, не сохраняешь все, что у тебя. Но ты все равно сетапишь летал, по сути. Ты сейвишься, а тут очень много урона на руках. Есть звери, если придет хаффер. Ну, это же хант. Как может прийти не кабан в такой ситуации, особенно на турнире, но тут Миша. Ну, Миша, между прочим, сейчас... Плохо. Ну, почему плохо? Там есть сова. Да. Но чисто гипотетически он же про сову не знает. Он может думать, что этот Миша спасает ему сейчас игру. А Миша, между прочим, спасает игру, если он сейчас киллкомманд дает великана. Киллкомманд обязательно надо великана давать, и тут уже начинаешь тратить карты именно на сейв, а не на то, чтобы доминировать. Идет клейвзука, и можно топить в лицо. Ну, конечно. Причем, смотри, почему я говорила, что у хантана еще очень неплохие шансы? Потому что здесь у чернокнижника пока просто нечего играть. Вот в чем дело. Играть-то вроде есть что, но так, чтобы тебя это спасало, ничего нет. Что у нас получается, если следующим ходом Миша остается на столе? Это 5, 7, 9. Если сейчас еще Доктор Бум влетит, то там еще и собаки прилетят. Собак нельзя. Так что тут как-то непонятно, что играть. Играть просто дракона и тапаться тоже, наверное, не хотелось бы уже. Играть просто дракона, ну, как бы слабо. Играть Бума, встреешь под собак. Как ты не сыграешь, все равно не очень выглядит. Ты знаешь, вот тот ход от Зуево, когда он давал латебы и бафал именно его на переполняющую мощь, он был, на мой взгляд, спорным. Если бы у тебя гуля ушла в морозку, это было бы хорошо. Но такое ощущение, что он не был готов к взрывной ловушке. Совсем. Да, идет только дракон и только сова. Миша, 4, 4. Теперь просто существо, которое может топить. Давайте считать, что-то получается. 4 единицы, 8 и 2 единицы от урона собак. Ну, пока еще недостаточно для летала. С другой стороны, ты можешь на следующий ход закончиться, если вдруг у противника есть переполняющая мощь. Это тоже надо иметь в виду. И стоит понимать, будешь ты от этого отыгрывать или нет. Тем более, что Джараксос и все может стать совсем плохо. Это дополнительные 3 единицы урона в лицо. Хорошо, он отыгрывает так. Будет топить далее без размена. И попытается засетапить слетал на следующий ход. Берет сразу же лук по мане. Отлично. И оставляет противника на 4 единицы здоровья. Ну, Джара, конечно, спасает, но... Ммм, дела-то тут не очень. Проверяет, конечно же, на ловушку. И эта взрывоопасная сова умирает. И таким образом ты не даешь летала на этот ход. И тут уже просто... Джараксоса нужно само собой играть. И я бы, пожалуй, даже... Даже не знаю, смотри. Разменяться с Мишей? Или все-таки втопить в лицо, чтобы добавить себе урона следующим ходом? Там останется 5. То есть ты сможешь еще раз дать с руки и добрать Байнов Думом просто его. Следующим ходом. Если сейчас протопишь драконом в лицо. Ну, наверное, да. Можно и разменяться. В принципе, все в твою пользу. А можно затопить в лицо и засетапить летал на следующий ход. Со следующим ходом летал готовишь. Просто если ты сейчас меняешься, то этого летала у тебя не будет. У тебя будет только 5 единиц урона. Сурки из Байнов Дума. С другой стороны, 15 единиц здоровья. И Хант не снесет. В киллком он даже. Команды взять уже бросались. Вот в чем дело. Девятка пока есть. Десятка с собакой. Ну и да, сдается здесь у нас Хант. И победа у нас за... За его. За его. Действительно. И это 1-1. Знаешь, что примечательно у этих игроков? Они нереально потные. В плане у нас первая игра все 7 матчей. И я предполагаю, что, надеюсь, не все встречи у нас сегодня будут по 7 матчей. Я бы не надеялся. То есть ты думаешь, что все парни нереально... Нереально серьезные, сильные. Вообще, мне хотелось бы посмотреть побольше. Если честно, китайского Хардстоуна. Ну да, конечно. Посмотрим, как я запою на Б-18, конечно. Но пока мне все нравится. Не, точно-точно. Мне тоже действительно все безумно нравится. Потому что ребята показывают хороший уровень игры. Я, признаюсь, не ожидала от китайского турнира чего-то сверх выдающегося. Но тут есть разные вещи. Тут есть необычная колода, в чем мы уже убедились. Тут есть, без сомнения, высокий уровень игры. И единственное, что меня смущает, не хватает эмоций. У нас только один из участников, из четырех участников, проявлял настоящие живые эмоции. Все остальные настоящие профессионалы. Покерфейс. Ноль эмоций, ноль горения. И меня это чуть-чуть расстраивает. Я люблю, когда горят. Ты знаешь, вот мне очень понравился последний турнир DreamHack, где ты мог в лицо противнику буквально улыбнуться, либо сказать что-то, либо пошутить. Если бы только улыбнуться, там знаешь. Да, да, да. Где-то и поругаться. И все это было, друзья. И это очень-очень приятно за этим за всем наблюдать. Но здесь тут поместили в такое немного футуристичное кресло. Нестандартное для нас. Это прям вообще... Что это за кабинки? Что это за кресло зубного врача? Почему они сидят так странно? Бормашинки не хватает. Да, да, да. Да, действительно необычно. Но что поделать? У нас свои стандарты. У них свои стандарты. Но наблюдать за этим интересно и подмечать, собственно, нюансы. Да, у каждого континента, у каждой страны свои какие-то определенные фишечки. Давайте смотреть у нас следующий матчап секретного паладина против... Хм, что же, это в очередной раз какой-то Зулок. Или комбинация Зулоков. Вот ты, кстати, правильно отмечала, что Зулоков очень любят китайцы. И видим мы уже который раз. Один уже победил сегодня. Причем нас немножко неправильно отдают нам мулиган. Нам не напротив того игрока показывают мулиган. Вот в чем дело. Да, ну, порой, типа, все так или нет. Ну, на паладине стоит галочка у нас. И он не может взять еще раз паладина. То есть, видишь, вот сейчас все правильно. То есть, не путайтесь на мулигане. На мулигане нам немного путают руки, переворачивают руки. То есть, Сворд у нас играет за Чернокнижника. Зюй Вол у нас играет за Паладина. Вот не зря я сказала, что ребята запутались. Ну и касательно голосования. Что же у нас там по результатам? У нас ведет 66% Сворд. За Зюй Вол проголосовало только 33%. Я там еще в голосовании, ребят, стараюсь добавлять, скажем так, их никнеймы на китайском. Но я смотрю, что мой текст немножко расходится с тем текстом, который есть у нас на скрине. Но, сорян, писать я на таком языке не умею. Поэтому пишу вам так, как они написаны на Госту Геймерс, собственно. Понимаешь, пара-тройка китайских турниров я заговорю, запишу и еще и научусь правильно произносить. Да, слушай, ну и... Почему бы и нет, да? Почему бы и нет китайский язык сейчас? На подъеме, считается, по-моему, если я не ошибаюсь, вторым языком в мире. Это можно понять. Опять-таки, из-за численности, из-за бурно растущей экономики, из-за бурно развивающих стран. И все это стоит отмечать, что если раньше английский был основным, то сейчас... Нет, сейчас английский тоже. Английский основной, на втором месте, по-моему, как раз-таки идет этот язык. Китайский очень важен, да, в перспективе, на будущее. Вообще, помимо обучения китайскому, у них еще есть такой замечательный, упрощенный китайский мандарин. То есть он полегче будет для изучения. Ну да ладно, я думаю, что такие разговоры мы оставим на потом. Давай, наверное, возвращаться к игре. Хранительница тайна раскачалась 2-3. Ну и как-то, мне кажется, неудачно Сворд, что ли, класса выбирает, потому что попал не на самый приятный матчап для себя. Ну и тут еще и его оппонент Зивоу очень хорошо открывается. То есть он смог занять раннюю игру, но тут хорошо заходит, конечно же, бронящийся сержант, чтобы разменять яйцо. И тут уже у нас инициатива на другой стороне выходит. Ну и джанглер попадает, самое главное, не в лицо, он попадает в существо для того, чтобы забрать с помощью обилки от сержанта. И в результате, да, стол занимает лок. Судя по всему, это будет зулок, есть там призыватель. Но рано пока говорить об этом, уже нам китайские друзья показывали много интересного. Я уверен, они продолжат нас удивлять. Тем более, что мы привыкли к определенным стандартам. Но вот сейчас стоит отметить, что за китайским занавесом мы не всегда видим то, что у них происходит. У них есть свои госугеймер, свои рейтинги, свои ресурсы по Хардстоуну. Поэтому они немного отделены от общего континента, вот этого сообщества Хардстоуна. И очень приятно видеть что-то новое и на кое поистину крутое. Ну а здесь у нас есть несколько вариантов для Зюйво. Выбирает он призыв в бой, забирает. Я думаю, что жонглера надо убирать. Нельзя перед четвертым ходом оставлять, что он и делает. И вот там был вариант пробафать хранительницу тайн, разменяться жонглером, не потеряв ее, и поставить своего жонглера. Но этот ход мне менее был симпатичен. Хотелось комбинацию оставить, конечно, ему, но что же. Так тоже неплохо выглядит. Но и тут тяжелый выбор ставить крошера или же все-таки джонглера с обилкой, или может быть даже какими-то секретами. Опять смотри нюансы. Мы сейчас можем понаблюдать, как сильно ценят ребята разные карты. Вот если мы привыкли, что у нас бы, конечно же, яйцо поменяли. Кто знает, может, такие ребята более рисковые и призывателя будут сбривать, потому что у оппонента всего лишь две карты. Я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, но кто знает, какая у них оценка ситуации, как они рассматривают всевозможные варианты. Но крошер выглядит неплохо, и тоже стоит отметить, что ставит крошера между холодильниками. Вау, он просто идет в лицо, он даже не меняется с одним из существ. А он не может поменяться. В смысле? Нет, может одного забрать нам. Ну и крошер, конечно же, по заветам на Иреи посередине, чтобы если выпадет существо, которое бафает, чтобы эти существа били. Здесь, конечно же, беспощадный пойдет. Не знаю, не сильно ли он втапливает в лицо, учитывая, что у чернокнижника много здоровья. Не меняется ни с одним из существ, потому что его сейчас жестоко за это накажут. Чернокнижник очень не хочет давать им положен, очень не хочет получать 2 урона, и, боже, он просто втапается. Ну вот он пытался найти демон для того, чтобы призывателя реализовать, или же сдержать своего оппонента на призывателя. Ну, чем больше карт, тем меньше хочет убивать призывателя. Да, кстати, еще один момент, мы, к сожалению, не можем посмотреть, из каких карт он выбирает. Не продумали, не продумали, ребята, конечно, этот вопрос. Чуть-чуть не продумали, но я думаю, что пофиксится со временем это. Получает он ли про гнома, судя по всему, выбрал. Ну и что, продолжит топление в лицо? Ну вот, чернокнижник, отопление в лицо выглядит более серьезно, потому что у него сильный стол, более жирные существа. Очень темповый воет колер, который может призвать вообще все что угодно, а тут все по заветам секретного паладина, приходит мужик на коне. Но нет монетки, чтобы этого мужика на коне реализовать, а потом поднять еще одного, как обычно бывает. Да, да, да. Ну и тут, да, джанглер, неизбежно идет в ход, и вот не знает о том, что нет демонов на руке, очень боится, не хочет терять темп. И здесь отлично стреляет, погибает лепрогном, при этом 14 единиц здоровья остается, добавок еще идет один паладинчик, и надо, конечно, разменивать. Надо убивать воет колера. Ну вот боится он, и я его за это не виню. Кстати, такой еще интересный нюанс, у нас сегодня день рождения у Намбергая, который у нас не так давно вошел в состав СК Гейминг. Так что если вы фанаты Намбергая, если вы его помните по 2014 году по роуту близко, он по последним нескольким турнирам, то можете поздравить его в твиттере. С другой стороны, не хочет он просто получать опасных существ, которые свалятся ему на голову и продолжают топить в лицо. Ну а Сворд пока неплохо, неплохо, так сказать, забайтил на этого воет колера, испугал противника. Ну и тут есть шикарная комбо, есть джанглер и имплоушен, и вот сейчас на 4 бы впилить было бы очень-очень приятно. Просто лучшая комбо. Ну и это 4. Это 4, и вот эти 4 урона сейчас, скорее всего, решат в пользу именно Лока. Да, убивает все. Всех убивает. Просто замочил весь стол. Ну и толку сейчас от претендента, когда у твоего на столе, у твоего оппонента на столе куча существ, а ты сидишь с одним претендентом. Ну вот, наказание, секрет паладина в прямом эфире, бесплатный, без смс. Все нормально. Стоит, кстати, отметить, что практически не думают. Практически не думают над своими действиями. Китайцы, они что-то взвешивают и не вперед топят. Ну тут колоды достаточно простые в использовании. Если ты уже набил руку, то особо тебе думать не на чем. Только над сложными ходами. Вот на том же фризмаге, конечно, так не поиграешь быстро. Хотя находятся умельцы, которые даже на фризмаге с такой скоростью играют. Например, тот же наш Найрея, у которого очень-очень торопливый игровой стиль. Как будто он постоянно куда-то несется. Но при этом он постарается не совершать ошибок. И даже это само собой у него выходит. Хотя он вот критик, он большой критик самого себя. И он рассказывал, что на одном из последних турниров совершил он порядка 17 ошибок в одной игре. Вот он, настоящий игрок, который видит все свои ошибки, посчитал их, сделал выводы и разобрался, где же надо было сыграть немножко по-другому. Но это очень важно. Нужен какой-то фидбэк, нужна обратная связь самого себя с самим. И в любом случае для того, чтобы грейдиться дальше, улучшаться, самообразовываться. Те люди, которые не пересматривают свои игры, которые не анализируют свои игры, они в результате совершают ровно те же ошибки. Поэтому это полезно. Тренироваться с тиммейтами, слышать фидбэк от зрителей, слышать фидбэк... И в идеале, конечно же, нужно еще самому пересматривать, чтобы понимать, что нужно сделать по-другому, где ты совершил ошибку. Да, нетипичных ситуаций не так уж и много, но встречаются они все-таки. Тем более у нас новое дополнение, новое крыло вышло, и оно продолжит выходить на следующей неделе. Но вот в свете всего этого обязательно стоит делать работу над ошибками. Я вспоминаю того же Эрдью, который неоднократно ошибается именно из-за своей горячности, из-за своего, возможно, молодого такого жесткого характера. Жесткого характера звучит так неплохо. Второй раз подряд он, по сути, вылетает из стадии плей-оффа за счет своей ошибки. И ему надо, вот это понимать, надо какой-то лайфкочу тренинг устроить в плане сохранения эмоций. Управление гневом, знаешь, мы тут... О да, лайфкоч, он такой, он управление, я думаю, что спокойствие, только фитиль, только до конца. Вот, да, он сможет научить, я думаю. Ну и не будем забывать, что завтра у нас уже стартует наш новый сезон Старлада, Раслан финалами в конце. Самый сильный ростер на данный момент с большого количества турниров. Сами игроки это отмечали, говорили, что именно ростер самый сильный. Именно участники, которые принимают участие, которые квалифицировались, на данный момент самые сильные в мире. Поэтому это будет дикая заруба и начнется она уже завтра с группы А. Ну и мы видим темпу мага от Зюйво и у него есть медив. Кстати, это не какая-то там джайна, это медив, который топит и... И заходит лицо, да, с Иннервейта друид смог разыграть сразу же себе крошера. Сейчас бы еще одно озарение, чтобы сыграть еще одного крошера, и на темпу маги можно было бы ставить жирный крест. Но все не так просто, здесь у темпу мага есть чем ответить, разбить ученого, получить секрет, сыграть еще одного ученого или сыграть портал. Тут большой вопрос. Да, выбирает он портал. Ой, овечка, плохо. Очень плохо, причем плохо для тебя же. Да уж, особо ты ее не разыграешь. Но давайте смотреть, что выйдет из крошера. Можешь сейчас поставить, если будет что-то слабенькое. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо зайдет овца. С другой стороны, там третий кристалл маны, и к большому счету ничего и не сыграет друид. Если ничего не придет, конечно, с мулигана. Стоп дека, конечно же, не с мулигана. Ну, что же, бурный рост и все. Но тут, смотрите, это первая весточка, стоит отметить. Антимагия, действительно, замечательный, замечательный секрет. Работает он обычно гораздо более эффективно, хотя бойный рост отменить тоже полезно. Правда, для друида это не особо на него влияет, у него все равно будет крошер. Но в целом, антимагия себя оправдала, уже отменила нужное заклинание. С другой стороны, смотри, вот это овца сейчас, которую ты не можешь никак уничтожить, только если не допустишь на нее фаербол. И сам не можешь выставиться. Вот в чем проблема. То есть ты, если сейчас выставляешься, то получаешь таких лещей по своим существам. Поэтому, возможно, ты можешь подставить безумного ученого просто для того, чтобы достать секрет. И опять же, если это отраженная сущность, попытаться немножко сыграть на опережение. Получается, знаешь, такой байт на обилку. Либо один использует обилку, потому что ему это выгодно, либо другой для того, чтобы забрать эту овцу. Ну, да, мы не исключаем еще гнев, но при этом избавляться от этой овцы очень-очень желательно. Хочется. И, скорее всего, овцу сохранит и выставит ученого и даст еще пинг в тотем. Или же нет? Нет, все-таки в овцу дает пинг и выставляет ученого. У нас сегодня вообще очень интересные матчи. У нас еще Хулу сыграет против Инфи. Инфи это вообще легенда в Китае, да и во всем мире. Я чуть-чуть позже о нем расскажу. Ну, и еще сегодня будет матч у нас, где сыграет... Ну, я думаю, Ники вам не особо много скажет, но, тем не менее, Изора сыграет у нас против Дантена. И в целом меня уровень игры этих ребят приятно поразил. Активируется секрет и далее. Будет разбивать сначала. Посмотрит, что выпадет, там уже по ситуации. Потому что это может быть вообще какой-нибудь Милхаус Моношторм. И не хотелось бы поджигатель оставить. Но в ситуации, когда это Мишка 2-2, поджигатель найдет свое место. Ну, а тут друид в форме пантеры. И вот сейчас выходит уже отраженная сущность. Да, конечно же, поджигатели надо забирать, несмотря ни на что. Ох, хорош. Отличные стрелы. Если тела тоже попало в существо, то тут, конечно, был бы супер плюсовый вариант. Но тут все равно пришлось получать урон. Ну и смотрите на руку у нас для участника команды IG. Рейнджи просто приходится пни играть, чтобы как-то зачистить стол. Но это тоже неплохо, только с той точки зрения, что на седьмой ход, возможно, на пустой стол ты поставишь бума. Но стол будет не пустой, мы видим архимага. И я бы сыграла даже темпу архимага против друида, потому что вне рейнджа опытного охотника, даже если застали, то останется существо 5-7. Вдобавок уже вышли первые пни, которыми ты можешь зачистить. И, насколько я понимаю, да, не хватает сейчас. Для того, чтобы зачистить архимага, ты можешь максимум что-то поставить бума и надеяться на лучшее. Ох, как сейчас круто будет. И вот это коварная карта, которую я в один из эфиров приняла за морскую ведьму, которая еще не вышла. Это было достаточно неловко, но зато эту карту я теперь запомнила надолго. Да, карта весьма и весьма интересная. И многие игроки, кстати, на своего темпа мага добавили. Да, я тоже это отметила, что сейчас, конечно... О! Ну, плохое, откровенно говоря, существо зашло у нас для мага. Но фаерболы окупают все и просто разрывают. Да, кудесник эфириал. Ну и смотри, давайте, да, Буконьер выходит. И, ну, один, ты получил один фаербол, второй у тебя есть. С другой стороны, там есть и размах. Ты можешь, самое главное, уничтожить этого Антонидоса и не позволить больше противнику получить фаербол. Конечно, это нужно делать, иначе ты рискуешь погибнуть здесь. И вот думает сыграть рев, что ли, чтобы наверняка разменяться одной бомбочкой или разбросать бомбы. Ну, еще вообще живые корни можно дать туда и добрать. Но, опять же, а что играть? У тебя существ нет толком. Да, сложный выбор. Очень сложный. Скорее всего, отыграет он Корни. На рандоме бомбы? Корни, да, надеяться на рандом. Корни хотелось бы приберечь для того, чтобы забафить их подрев, наверное. Но нет, он сетапит рев сейчас и убивает Антонидоса таким образом. Ну, это, знаешь, плей наверняка, плюс еще и с бомбочкой остаешься. И живые корни даже стоят играть в ростки или в пенечки эти один-один, чтобы хоть что-то иметь на столе. Кстати, прикольные золотые. Золотые. Отмечаем, что практически все карты золотые, кстати. Ох уж эти профессиональные китайцы. Идет у нас здесь, конечно, стрелы. Две хорошо попали. Можно раскопать сейчас карту заклинания. Смотри-ка, он изначально добирает пенек и только после этого выставляется. Ну, он в любом случае бы убирал. О, два секрета даже приходят здесь у нас. Ну, тут эфиджи, скорее всего, или отраженная сущность. Ну, я бы, наверное, все-таки чучело взяла, потому что существо это достаточно слабое кудесник. А почему не чучело, а кудесник умирает от гнева, и ты бы очень неплохо смог получить сейчас дополнительное существо. Скорее всего, он понимает, что не выживет этот кудесник, и его заберут. Ну, вот именно. И у тебя бы после чучела осталось бы какое-то существо. Но он бы не поставил сейчас. То есть у него оставался один кристалл маны всего-навсего. И тут смеется просто отраженная сущность тебе в лицо. Зато сейчас было бы два вида секретов. Вот. Ну, это да, да, да. Ну, смотри, получается, что у нас Доктор Бум есть еще у Темпа Мага, но по дефолту он должен быть. Плюс еще из таких существ весомых, дорогих, что еще есть? Под что можно использовать эфиджи? Тоже чучело. Ну, Архимаг, кстати, вышел. Возможно, именно этим он и руководствовался. Я думаю, что лейт-картов у него не так уж и много, и эффектов особо не будет. А вот у друида очень много карт, причем достаточно тяжелых, которые он очень... Да ладно, неужели он сейчас под отраженку отдаст древо? Не. Фу, я аж выдохнула, думаю, неужели? Подожди. БГХ ты уже... Ну, БГХ теплится для Бума, который еще не вышел. Поэтому он его не хочет отдавать, но с другой стороны... Ну и древо, что ли, отдавать? Ну, как бы... Да, с другой стороны древо тоже не хочется. Нельзя, нельзя, ни в коем случае. Играет, копия. Теперь уже не задумываюсь, играет древо. Ну и, возможно, отраженная сущность играет как сюрприз. Возможно, он играет две копии. И третья отраженная сущность для него будет удивлением, и он ее не обыграет. Кто знает. Есть фаербол. Чиница, фаербол, секрет. И, обратите внимание, там есть антимагия. Там уже была отраженная сущность. Угу. И поэтому это может, да, стать открытием для его оппонента. Нужно, нужно отдавать фаербол в древо, нельзя его мариновать в руке. С другой стороны, он не может уже играть от комбы. Все очень плохо, там есть... Даже Харрисон у нас прииграет. Ну, это интересно, интересно. Угу. Работает у нас. Отраженная сущность забирается опытным охотником Харрисона, и можно еще и лад хиба влепить. Чтобы не погибнуть. Ну, у Темпа Мага нет карт. Единственное, что спасает его, это... Ну, какой-нибудь Перобласт, если бы пришел, наверное. Да, Перобласт на Темпо Маге, кто знает. Может, ребята эти супер удивляют нас. Серьезно, Маназмей... Посмотрите на его выражение лица. Маназмей, ты серьезно? Не, ну не всегда же Маназмея получать на старте, правда? Ну, ты не настоящий Темпа Маг, если ты не получаешь Маназмей на старте. Тем более, что ты выступаешь на турнире такого уровня. Поэтому ты должен показывать настоящий киберспорт. Да, ну и что у нас получается? Надо расчищать как-то стол и надеяться на топ-дек. Играет ли он в два кудесника или в одного, неизвестно. Но существо очень, кстати, неплохое в лейтгейме. Правда, очень-очень слабая стата у этого существа. К6-3, его достаточно легко забрать. Но это норма, это баланс, когда существо приносит хороший эффект, но при этом у него не совсем балансная стата. И Морель та же у нее тоже стата 6-3. Она очень эффективная, но при этом слабая, как существо. При этом эта механика раскопки дает тебе возможность выбора в определенный момент. Выбора того, что тебе нужнее. И какой-то вариант, чтобы удивить оппонента. Потому что ты никогда не угадаешь, что же он раскопал. То есть это может быть сюрприз, который... Вау, он играет Кенария! Как же давно я не видела эту карту на Мид-Друиде! Просто нереально давно эта карта не встречалась. Да, Кенарий это очень круто. И вот через такой барьер противник точно не пройдет. Именно для этого Кенарий обычно и берется. Пробафать можно. Можно поставить пни, защитить себя. При этом существо 5-8 сложно убить. И в ней рейнджа опытного охотника. Карта очень хорошая. Долгое время она игралась. Потом от нее отказали. Сейчас я вижу, опять она у нас заиграла. Я очень давно не видел на турнирах эту карту, если честно. Но и вот сейчас она уступает. Еще и тошли. Вот так вот. Супер неожиданно. Но и здесь еще и тошли пойдет. И эти маленькие провокации еще могут попытаться спасти у нас мага. Сейчас нужно уходить в размены. Зеркальные копии пока спасают. Думаю, что все неплохо, но там есть рев. Ты вынужден отдавать его существо. То есть чисто гипотетически ты еще вроде бы выживаешь. Но... Это я про мага сейчас. Ну да, он хоть ты еще должен пожить. Несмотря что сейчас зайдет. Ну да, это тоже много зависит. Тошли. Окей. А, да. Неплохо сыграно. Это 3-1. Ведет у нас участником IG. Ведет у нас Word. Вообще, мне нравятся такие глубокие ники, как у них. Конечно, англоязычная интерпретация гораздо скромнее, нежели в оригинале звучит этот ник. Буквально он означает меч, сейчас даже вам скажу второй раз, чтобы... Меч тайдзы. Тайдзы это боевое искусство. Я так понимаю, что это один из видов ушу. То есть такой глубокий смысл у этого ника. Красиво звучит он. Но вот просто меч. Поэтичный. Достаточно, ребята. Да, как-то достаточно скупо. Но... Ты знаешь, я вот вспоминаю игроков, которые приезжали на BlizzCon. Они такие сами по себе открытые. У них очень интересные искренние ники. Они правду говорят. Боже, я всегда... Я вспоминаю никнеймы ребят. И в целом... Love CX, вспомни, вот эта вот история с девушкой-моделью. Я про это и говорю, что ребята, когда их спрашивали на BlizzCon, на что вы пустите деньги, они просто не задумываясь говорили, вот я свожу свою будущую девушку куда-то, я с ней поеду, там еще что-то. То есть абсолютно у всех азиатов, вот когда они давали интервью, они говорили про своих будущих девушек. То есть меня это настолько зацепило, потому что они искренне, они не задумываются о том, что кто-то над ними будет шутить, что кто-то будет их подкалывать. Они просто очень искренне. Я там девушка-модель. Все нормальная история. Девушка-модель, которая не знает этого парня, он знает ее, он ее большой фанат, при этом он очень хочет, чтобы она пошла с ним, если вдруг он выиграет BlizzCon на какое-то свидание, там еще что-то. Абсолютно открытые люди, они не задумываются о каких-то вещах, ну просто открытые, честные, и это очень сильно подкупает. Вот нам опять спутали мулиганы, ребят, не путайтесь, у нас у друида нет двух сов, это не норма, нам просто спутали мулиганы. Нет, ну окей. Нет, это путает мулиганы. Они неправильно написали макрос, как режиссер наш вначале отметил, и сейчас просто мулиганы нам показывают не теми местами. Сейчас все расставится по своим местам во время игры. Вот Хант у нас играет в две совы, что нужно запомнить, потому что это очень важно. Но у друида достаточно плохая пока рука, нет у него разгонки. И я думаю, что здесь у Сворда очень и очень много шансов на победу, потому что у него хорошая кривая маны. Друиду будет сложно отбиваться, да и в целом друиду сложно с гибрид-хантами, судя по всему. Или же это чисто фейс. Возможно, это даже чистый фейс. Ну чистый фейс, при этом у него есть ракета и две взрывные ловушки, он уже их показывал. Ну да, похоже на чистого фейса. И серебряный всадник, если я не ошибаюсь, 2-1, у него также есть в колоде. Ну и смотри, как угадал он здесь с Жонглером. Конечно, немножко рискнул у нас Сворд, но этот риск оправдан, потому что сейчас будет просто два кинжала. Это... Не ясно, как собирается тащить эту игру, потому что тяжело, очень тяжело. Дается старт, он прекрасно понимает, что и следующий ход у него всего лишь навсего это тень. И ход просто Жонглер стоит, стоит и настреливает. Вот это прям безумно неприятно, и это понимает у нас сейчас Юй Волу, что, скорее всего, он проиграет эту игру, потому что это безумно медленно против фейс-ханта. Сворд уже... Да, прекрасно понял, что... Ну, Жонглер это не то существо, которое должно стоять на столе. Как бы третий ход, а у тебя 16 здоровья. Да. Ну и даже озарение не поможет. Пеньки пойдут, судя по всему, в ход. По-другому, я не знаю, Крошер это очень медленный, и ты получаешь еще огромное количество. Крошер не придется отдавать. Или, возможно, хранителя чаще... Нет, все-таки пни, чтобы забрать максимум. Просто выжить. Существ, да. Жонглер это не то существо, которое должно стоять на столе, и его в первую очередь тебя убивают. Причем стоять два и больше хода, ну это прям провал. Скорее всего, проигрыш. Но, тем не менее, кое-как у нас ситуацию немножко стабилизировал здесь Зьюи Воу. Вау! Ну это прям совсем... Золотой Лерой Дженкинс! Это прям совсем ее фейс. Просто даже финишер в виде Лероя, ну просто невероятно. Причем здесь у нас, на самом деле, Зьюи Воу сделал услугу своему оппоненту, потому что он разбил ученого, чтобы убрать существо с атакой, но при этом дал взрывную ловушку. То есть это гарантия для фейса, что ему вторая взрывная не зайдет в руку и не забьет ему эту руку. А вот к Лерою я была не готова, признаюсь. Ну, и кстати, смотри, тут комбата просто шикарная. Ты юзаешь Лероя, у тебя у противника появляется куча всякой мелочи, и ты... И все это контрится взрывной ловушкой. Не только контрится, а ты юзаешь собак. Если вдруг все... Если он разбивает сейчас, он в любом случае должен убивать, и причем минимум ресурсов оставляет, с тех же дракош пускать на все это дело. Ну и биться или не биться, это большой вопрос, вот активировать ли ловушку, потому что здоровья очень мало, и как-то тут уже начинаешь напрягаться. Самое обидное, что для друида нет древа мудрости, и скорее всего этот ход ты не переживешь. Будет ли биться он в лицо? Он видел эту взрывную ловушку, вот в чем дело. Он знает, что там как минимум одна взрывная ловушка есть. Если он сейчас ударится, то, кстати, это летал для ханта. Потому что у друида также у нас нанесется друиду урон после этой взрывной. Ну подожди, получается, что там три... Нет, там не будет, по идее, летала. Если только он вторую... Нет, там, по-моему, не будет на следующий ход, летала еще. Там получается... Но если он сейчас ударяется, то будет. Смотри. Это минус две, у него остается шестерка. Да, он растакивает семерка. Три собаки и киллкомманд. А, три собаки, да-да-да. Три собаки. Да, понимает здесь у нас друид, что он проиграл. И так потно начиналась у нас встреча. А вот... Участник команды IG просто размотал своего оппонента. Дал всего лишь одну игру. Дал всего лишь одну игру Зюйвоу. И вот мне интересно, наши зрители угадали с победителем или же нет? Нет, смотри, у нас зрители больше голосовали за Сворда. Вот такая вот интересная и забавная ситуация. Ну, участник Invictus Gaming, очень популярного мультигейминга в целом и в других дисциплинах. Эти ребята очень многого добились. Поэтому тут все справедливо, что именно этот товарищ проходит далее. Но за Ханта он за своего очень сильно болел. Тем более, что первый раз он ему не покорился, а далее он смог затащить. Ну, зрители угадали, пальцы в небо, но угадали. Видишь IG и голосуешь. Почему? Почему бы идти? Потому что IG плохого не возьмут. IG, да. Ну и что ж, друзья, у нас второй матч уже подходит к концу. У нас впереди еще как минимум пара поединков на сегодня. Это, по сути, будет у нас заключением чуть позже. Что у нас осталось? Давай смотреть. Хулу против Инфи у нас сыграет. И Изора у нас сыграет с Дантеном. Следующая пара будет безумно интересная, потому что Инфи это вообще легенда в мире. Ну, а какая легенда, я вам расскажу чуть попозже. Я имею в виду не легенду в Хардстоуне, а в целом, что это человек легендой. И представляет он коллектив Вичи Гейминг, что тоже очень популярно и очень серьезно. Действительно, во всем мире и в других дисциплинах вы наверняка это тоже видели. Ну что же, а мы будем уходить на небольшой перерыв. Это Имба ТВ, это iLiga. И мы со студией Старладера прямо сейчас вещаем для вас все это. Поэтому уйдем на небольшой перерыв и совсем скоро вернемся.